КАМЕННЫХ ПЛИТ И он выдвинул свое предположение об их предназначении. Я предполагал, что здесь находятся древнейшие захоронения. Почему? Потому что было найдено несколько каменных плит с плитами вертикально расположенные, изголовье, расположенные с севера на юг. Вот я предполагал, что это захоронение древних людей. Чтобы подтвердить или опровергнуть теорию, мужчина обратился к своему товарищу. Археологу и спелеологу Владимиру Юрия Нонфонта и объяснил, что эти камни вовсе не надгробные, а заготовки будущих жерновов для мельниц. Выходы хорошего камня, который идет на жернова, подходит на жернова, вот в данном случае гранит, они есть не везде, тем более не везде есть плоские эти камни. Поэтому это место могло обеспечивать, ну, в радиусе, может, 50-50 километров все населенные пункты этими мельничными каменными жерновами. По предположению, исследователей добывали камни для жерновов здесь же, в нескольких километрах от села Кундровы. Происходило это примерно 100 лет назад. Работы велись вручную. Сначала на каменной пластине делали разметку, после в нее забивали деревянные колышки и поливали их водой. От этого колышки разбухали и разделяли таким образом один камень на несколько частей. А уже затем рабочие придавали будущим жерновам круглую форму. То есть здесь был организован полный цикл производства. Готовые жернова загружали на... По всей видимости, вывоз всегда зимой происходил, то есть ранней зимой, когда земля подмерзла, на конных санях. Потому что на телегах такие огромные камни, такие жернова, они весом там 300-400-500 килограмм возить довольно тяжело. То есть один камень 300-400 килограмм? Да, да. Правда, эти места пока посещают только сами краеведы для дальнейшего изучения объекта. Правда, с собой иногда берут своих внуков и местных школьников. Но скоро, как надеется Владимир Юрин, ситуация изменится или это место станет популярным. Сейчас перед краеведами стоит задача сохранить это уникальное место. Они хотят организовать туристический экскурсионный маршрут, который будет захватывать и это место, и несколько исторических точек в самом селе Кундравы. Юлия Савосина, Артем Большаков, ОТВ.